Легенда торпеды и настоящие чайки снова идут рука об руку. Перед повторным матчем нижегородцев с остальными лисами болельщиков встречали Михаил Пресняков и Анатолий Иноземцев, открытые для общения и для памятного автографа и для фото. После голевого пиршества в первый встрече было ясно, что повторный матч чайки и стальных лис пойдет совершенно по иному сценарию и для нижегородской публики этот сценарий выдался валидольным. В первом периоде было много игры в неравных составах. Лисы дважды отличились в большинстве, а вот у нижегородцев игра с численным преимуществом не клеилась. Начиная со второго периода чайка трудилась на льду изо всех сил. Шайба скачет по ленточке, попадает в штангу при игре 5 на 3, но в ворота никак не заходит. И все же за полторы минуты до перерыва долгожданный гол состоялся. Роман Горбунов взял игру на себя и вернул партнерам уверенность в том, что старания в итоге принесут свои плоды. Отсиживаться в обороне стальные лисы не собирались. В третьем периоде игра пошла на встречных курсах и вновь решающим слагаемом стали индивидуальные действия. Андрей Крупкин, протащив шайбу в зону атаки, сместился в центр и пробил в падении 2-2. Цену следующего гола прекрасно осознавали все. Моменты старались разыгрывать до верного и казалось, овертайм не минуем. Но на последней минуте в атаке стальных лис у защитника во время броска ломается клюшка. Тут же следует контратака чайки, в которой Артур Гиздатулин забрасывает победную шагу. 3-2 за 52 секунды до финальной сирены. Какие слова тренера говорили в перерывах для того, чтобы переломить этот поединок? Подбадривали, говорили собирайтесь. Что вот вернуло команду в игру? Голух Романа в концертовом периоде? Думаю, да, скорее всего это повлияло на матч, на исход матча. Попытки гостей вернуть ускользнувшую из рук удачу успеха не имели. Волевая победа чайки. Следующий матч 29 октября с оренбургскими сарматами. Владимир Широков, Дмитрий Зимин и Алексей Кудаков. Торпеда ТВ.